здравствуйте уважаемые ребята мы продолжаем с вами разговор про растения и сегодня мы с вами поговорим про класс однодольных семейства лилейных но для начала давайте с вами вспомним систематику растений и так растения делятся на два класса класс двудольный и класс однодольный и сегодня наше внимание семейства лилейные но также мы знаем что семейство злаковых также относится к классу однодольных и так ребята посмотрите пожалуйста на вот эту прекрасную картинку что мы с вами видим правильно мы с вами видим поле из тюльпанов так вот тюльпаны это самые известные представители семейства лилейных что касается название семейства откуда оно взялось лилейных давайте поговорим о таком прекрасном цветке как лилия о лилии сложено множество легенд символ надежды в древней греции мир и непорочности на руси во франции все эти цветы обозначали милосердие сострадание правосудие хотя лилии бывают разных оттенков но именно белым цветам придается особый символический смысл белая линия символизирует невинность из давних времен олицетворяет чистоту и непорочность не случайно лилии это цветы невест да и само название цветка в переводе с древнегреческого означает белый белый греки приписывают ей божественное происхождение они считали что белая лилия это символ невинности и чистоты выросла из молока матери богов геры юноны которая нашла спрятанного от ее ревнивого зора младенца геркулеса зная божественное происхождение малютки она хотела дать ему молоко но мальчик почувствовав в ней своего врага укусил и оттолкнул ее а молоко разлилось по небу образовав млечный путь несколько капель упали на землю и превратились в ребят для того чтобы наш урок сегодня прошел продуктивно давайте мы с вами параллельно будем заполнять таблицу и так признаки лилейных по частям растения корневая система стебель лист цветок и плод и пожалуйста во время урока в тетрадках записывайте правильный ответ итак представители семейства лилейных распространены повсюду но больше всего в теплых странах меньше между тропиками еще меньше в странах холодных и высокогорных какие мы знаем с вами лилейные растения это всем известные овощные лук чеснок декоративные которые служат для украшения садов домов это у нас тюльпан лилия хлорофитум сенсивьери есть ядовитые растения это например вороний глаз а также лекарственные растения ландыш но систематика это наука которая не стоит на месте и сейчас уже такие растения как лук и чеснок выделились в отдельное семейство которое называется луковичные а ландыш отнесся к семейству спаржевая но мы с вами будем рассматривать общие их признаки и так посмотрите пожалуйста каково прекрасное разнообразие этих цветов какие мы знаем с вами представители семейства лилейных это у нас различные луки ландыши гладиолусы гиацинты лилии нарциссы георгины насколько они божественны насколько они прекрасны а теперь посмотрите пожалуйста у нас в кыргызстане есть несколько растений семейства лилейных которые занесены в красную книгу я вам представлю наиболее красочные из них тюльпан грейга тюльпан островского тюльпан зинаиды тюльпан верх стремящийся тюльпан розовый тюльпан кауфмана и так далее а также у нас есть известный всеми цветок это рябчик эдуарда но мы знаем его совсем по другим названием это у нас цветок айгуль и так что гласит легенда о лунном цветке айгуль цветок растет на крутых склонах только одной скалистой горы расположенной около села карабулак которая так и называется айгуль таж это каменистая гора находится примерно в 15 18 километрах от боткена где апрель всегда проходит под эгидой цветения цветка айгуль так как именно в апреле бутоны расцветают даря окружающим неописуемую красоту и вызывая восторг считается что тот кто увидел раскрывшийся айгуль будет безгранично счастлив это удается далеко не всем потому что период цветения продолжается всего две недели другое уникальное свойство его в том что он растет не на солнечной а на теневой стороне горы айгуль таж тень на эту гору выпадает от другой горы которую в народе называют козу улантаж еще один интересный факт оказывается айгуль расцветает только в полнолуние примерно примечательно что внутри цветка всегда есть капли росы некоторые местные жители называют не иначе как слезы айгуль на персидском языке этот цветок называется слезы майрам в европе слезы марии или слезы благородицы в местных легендах сказаниях мифов и сказках его называют символом горного края цветком любви счастья и мужества ребят мы с вами часто встречаемся с культурными растениями посмотрите пожалуйста эти культурные растения вам известно особенно лук и чеснок которые как известно являются очень едкими когда вы их кушаете или когда вы например чистите лук все дело в том что в них есть особые вещества фитонциды которые уничтожают бактерии итак овощные лилейные это у нас лук и чеснок запомните пожалуйста также встречаются комнатные лилейные это хлорофитум аспидистра сансиверия что касается хлорофитума этот цветок наверное встречается в каждом доме в каждой школе он очень неприхотлив но он является чемпионом по очистке воздуха также как и сансиверия она может давать кислород даже ночью это уникальный цветок поэтому если у вас его еще нет все дело в том что нужно его быстренько быстренько приобрести и так что касается комнатных растений это также алоэ также драцена тоже является очень мощным очистителем воздуха но лилейный бывает также ядовитый например вороний глаз и майский ландыш а теперь давайте поговорим о семействе лилейных и так встречается 1300 видов они многолетние большинство представителей это многолетние травы реже кустарники и деревья корневая система мочковатая видоизменения побега корневище луковица и клубни луковицы листа расположение очередное листья простые цельные без прилистников цветок имеют формулу ч 0 л 3 плюс 3 т 3 плюс 3 п 1 чуть позже мы с вами поговорим внимательнее об этой формуле цветки обои полые правильные соцветия это одиночные цветки но также встречаются и кисть и зонтик плод коробочка которая лопается на три створки при созревании или ягода большинство растений данного семейства имеет специфический сильный запах при цветении и так ребята как выглядит растение семейства лилейных оно состоит из корневой системы стебля листьев есть цветы и позже образуются плоды и так ребята давайте поговорим о признаке однодольных растений прежде всего зародыш семени состоит из одной семидоли жизненные формы как мы вас с вами уже сказали в основном это травы корневая система мочковатая листья простые край листа цельный желкование либо параллельная либо дуговое околоцветник простой части цветка кратны трем итак ребята еще раз почему называются однодольные да потому что семя состоит всего лишь из одной семидоли корневая система мочковатая обратите внимание что главный корень не развит стебель прямо стоящий это очень важно для того чтобы растение смогло высыпать семена также что касается листьев мы уже сказали это параллельное желкование и дуговое желкование запомнили тогда идем дальше итак характеристика листа очередное листа расположение или прикорневая розетка лист простой желкование параллельное или дуговое успели записать тогда идем дальше цветок имеет шесть лепестков шесть тычинок и один пестик обратите внимание что лепестки расположены в два ряда характеристика плода ягода либо коробочка соцветия кисть либо зонтик иногда встречаются одиночные цветки особенности многолетников они имеют луковицу такие как тюльпаны репчатый лук а имеет корневище такие как ландыш и так что же такое луковица давайте мы с вами вспомним луковица это видоизмененный побег с утолщенным коротким плоским стеблем и мясистыми либо пленчатыми бесцветными чешуйками запасающими воду и питательные вещества а что же такое корневище корневище это видоизмененный побег с чешуевидными недоразвитыми или рано отмирающими листьями верхушечными или пазушными почками придаточными корнями корневище выполняет функцию запасания питательных веществ и размножения а что же такое клубни луковица это подземный укороченный видоизмененный побег сильно утолщенная подземная часть стебля и в ней находятся питательные вещества с нижней стороны у клубни луковица отрастают придаточные корни и так ребят а теперь давайте подведем итоги растения которые имеют в зародыши семени одну долю называют как правильно однодольные растения которые имеют в зародыши семени две доли называют правильно двудольные а теперь посмотрите пожалуйста отдел покрытосеменных это самый многочисленный в растительном царстве встречается 250 тысяч видов и так ребята по классу однодольные и двудольные обратите внимание пожалуйста на циферки 1 2 3 4 5 и подпишите пожалуйста в тетради что они означают молодцы и так давайте мы с вами вспомним признаки лилейных то что вы должны были заполнить в течение всего нашего урока и так корневая система мочковатая стебель прямо стоящий или укороченный лист с дуговым или параллельным желкованием цветок имеет 6 лепестков 6 тычинок и один тестик плод коробочка или ягода и так домашнее задание подберите пожалуйста дополнительный материал о разнообразных декоративных растениях семейства лилейных мифы легенды их название составьте синквейн по тему лилейные но очень важно опять таки есть еще дополнительный материал а давайте мы с вами поиграем если у вас есть сотовый телефон который может отсканировать код поднесите пожалуйста к экрану вашего телевизора и вы попадете на дополнительные материалы которые помогут вам подготовки к урокам это прежде всего плакат по озеленению класса растения красные книги кыргызстана а также озеленение пришкольной территории ребята молодцы встретимся на следующем уроке а я всех благодарю за работу спасибо